Здорово видеть врача такой высокой квалификации, такой высокой категории у нас в эфире, и можно задать все вопросы. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня будем говорить о детях, о медицине именно в этом направлении. Много эфиров мы посвятили и развитию различных таких направлений, модернизации, но дети ведь это особая категория, правильно? То есть нельзя сказать, что вот ребенка можно абсолютно так же лечить, как и взрослого человека. Это же две разные планеты. Это абсолютно разные планеты. Взрослый идет в больницу, потому что нужно идти, да, то есть он это понимает. Ребенок, он часто испытывает дискомфорт в лечебных учреждениях, и функции наших уважаемых врачей-педиатров, русских специалистов входит не только оказание медицинской помощи, но и еще найти подход к данному маленькому пациенту, внушить ему доверие, подружиться с ним, а для этого нужно свою профессию любить, уважать и жить, можно сказать, только ей. Иногда приходишь к врачу, к педиатру и понимаешь, что это в одном лице, и человек, который может как-то развлечь, увлечь, и человек, который, безусловно, обладает знанием психологии, может настроить этот контакт. Ну а сколько приходится пережить врачам-стоматологам, здесь вообще сложно представить. Если нас сейчас слушают врачи-стоматологи, вам большущий привет, хорошего дня, хорошего настроения, чтобы ваши пациенты были в потрясающем расположении духа, настроены, так сказать, на лечение. Ну и хочется сказать, что вот та система, которая была в детских поликлиниках и так далее, она сейчас меняется в положительную сторону. Очень многие поликлиники модернизируются, и уже приходишь очень красиво, аккуратно, все чисто. Многие поликлиники, да, модернизировались впервые капитально. А сколько вот удалось уже ввести в эксплуатацию таких красивых? В составе нашей больницы 11 детских поликлиников. Ого, да. Да, много. И на сегодняшний день у нас уже капитально отремонтированы поликлиника на пойменной. Вторая поликлиника, я думаю, что жители Южного района, которые никогда не видели ремонт данной поликлиники, они уже по достоинству оценили. Поликлиника 10-я. На просторной это одна из самых больших поликлиник. Там очень много деток, которые маленького возраста прикреплены к этой поликлинике. Второй этаж этой поликлиники тоже не ремонтировался с момента ее основания. На данный момент буквально на днях у нас будет открытие 11-й поликлиники на самолетной после капитального ремонта, который также проводился впервые. Частично ремонт начинается поликлинике на Алтайской. Она тоже ремонтировалась очень-очень давно. Пятая поликлиника в проекте – это на проспекте Победы. И очень грандиозный, масштабный проект – это капитальный ремонт поликлиники на улице Братьев Крыстылевых. В новом она перейдет в здание бывшей администрации округа. Сейчас поликлиника, если кто-то там бывал, она находится в очень стесненных условиях в связи с тем, что она переехала из здания, которое находилось в аварийном состоянии, в филиал своей поликлиники. Сейчас она занимает всего 400 квадратных метров. Представьте, но это для поликлиники… Очень мало. А приедет практически в 5000 квадратных метров. О, как замечательно. Это будет одна из самых… не одна из самых, а самая большая поликлиника в Оренбургской области. Планы амбициозные. Да, и они вполне у нас решаемы. Ну и закончим. Я так думаю, что мы буквально через год последняя поликлиника – это 9-я на ноябрьской, которую мы отремонтируем. И все наши 11 поликлиник будут после нового капитального ремонта. Специалисты довольны? Довольны специалисты, довольны родители. Но мамочки. Мы получаем очень много благодарности, потому что одно дело – получить квалифицированную медицинскую помощь, и второе – это получить ее в комфортных условиях. Да, здесь это играет роль и на настроении в том числе. Когда вот, например, в Южном приходишь в поликлинику, сразу как-то вот становится теплее. Мы вот как посетители именно этой поликлиники такие условия отметили, приметили, и теперь с улыбкой тоже наслаждаемся и смотрим. Ну что, друзья, будем продолжать сегодня. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, можно смело его задавать. 8-9-22-887-105-3 – это Viber, WhatsApp, Telegram – обычное сообщение. Можно также заглянуть в нашу группу ВКонтакте «Радио Удачи в Оренбурге». Ну и, конечно же, не стесняйтесь, если вдруг что-то такое анонимное, то можно это также анонимно отправить. И мы поделимся только финальной цифрой вашего номера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 День рождения Музыки только гармония есть Музыки только гармония есть Слушай музыку и прощай Друзья, сегодня мы говорим о детях, о детской медицине Ну и хочется сказать, что у нас сегодня в гостях Татьяна Владимировна Рассказывает она нам о многих усовершенствованиях Я лично о некоторых вещах не знала, пока не начала готовиться к эфиру И хочется сказать, что это приятные изменения очень Если вот мы раньше записывались на приемы И нужно было очень-очень долго ждать Прихода своей очереди Не всегда специалист был в той же поликлинике Допустим, нашей Приходилось куда-то ехать его искать Но бывают безотлагательные какие-то ситуации Но вот как сейчас решается История с узкими специалистами Потому что понятно, что педиатры Их чуть больше А вот спецификация такая, например, как Эндокринологи, стоматологи, детские окулисты Ну, вы знаете, кадровый вопрос, он стоит на постоянном контроле У руководства больницы, у главного врача И мы очень рады, что в этом году наш штат пополнился Молодыми специалистами, которых мы очень давно ждали У нас пришли врачи-офтальмологи Лор-врачи, у которых большой дефицит Врачи-ортопед у нас пришел Это вообще специалист, можно сказать, штучный Вот, эндокринологи То есть практически врачи всех специальностей Пополнили наши ряды В плане работы с кадрами У нас разработан план На ближайшее десятилетие, так скажем Вот сегодня у нас 22-й год А мы уже знаем, кто из наших студентов целевых Которые сейчас учатся еще только на первом курсе Придут к нам после окончания университета И какими бы узкими специалистами Мы хотели бы их видеть Администрация больницы в лице главного врача Регулярно встречается с ребятами Кроме того, наши молодые специалисты, которые пришли в этом году работать к нам Они получают хорошую поддержку Как со стороны руководства своих поликлиник Какой-то статейно-диагностических центров в виде наставничества Со стороны уже более опытных коллег То есть у нас за каждым молодым специалистом закреплен свой врач-наставник С которым он может посоветоваться в случае возникновения какой-то ситуации Которую он не может решить Просто поговорить, выплюснуть свои эмоции И большой тоже плюс Это материальная поддержка, которую они получают на протяжении первого года работы Ну и знают, что они будут трудоустроены, да? Те, кто вот только начали учиться Да, наши целевые студенты, которые поступают в университет Они уже на данном этапе, несмотря на то, что у них впереди еще 6 лет обучения Потом, возможно, 2 года ординатуры Но они уже уверены в том, что они будут трудоустроены в нашей больнице Поэтому это большой плюс Когда ты знаешь, что после окончания института Ты придешь и ты будешь работать Это очень-очень важно Это стабильность И опять же, когда ты знаешь заранее, каким специалистом тебя бы хотели видеть Ты больше стремишься, детальнее все изучаешь Ну и, соответственно, впоследствии с наставниками Ты вырастаешь в большого специалиста Который помогает маленьким аритбуржцам чувствовать себя прекрасно Друзья, будем продолжать непременно Задать свой вопрос можно Ответим мы на все вопросы в финале данного часа Поэтому не стесняйтесь и пишите, если что-то вам интересно Ну и, конечно же, тему будем мы только развивать и продолжать Она очень емкая, очень обширная Поэтому продолжим Ничего не пропускайте Сразу через приятную рекламную паузу Реклама Без паники и без накруток Компания Автотрейд предлагает автозапчасти Комплектующие на автомобиле и автобусы Отечественного производства по фиксированным ценам Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества А именно с вами Автотрейд Улица Шоссейная, 30 Телефон 53-42-35 Современная доказательная ветеринария Теперь есть и в Оренбурге Приводите вашего питомца в новую клинику Доквет Передовые методики Современная аппаратура Все возможности для сложных операций И точной диагностики Доквет Клиника доказательной ветеринарии Начкалова, 27 Телефон 20-00-77 На кухне жир и копоть победит Суперчистящее средство Азелит А чтобы радость ощутить вдвойне Купить его нужно по суперцене В магазинах Милый дом Время суперцен Средство чистящее для кухни ГРАС Азелит антижир 600 миллилитров Всего за 139 рублей ТК-тройка ТК-город-локомотив ТК-адмирал ТК-любимый И рынок-южный Милый дом Суперцены в нем Акция действительна с 14 ноября по 31 декабря 2022 год Подробности у продавцов Группа компаний Лист Представляет новый жилой комплекс Металист Класса Комфорт Плюс Это новый уровень комфортной жизни В историческом центре города Между улицами Яицкой и Черепановых Четыре монолитно-кирпичных дома И две урбанвиллы с двухуровневыми квартирами Закрытый двор Подземный паркинг Современные детские площадки Премиум отделка холлов Рядом набережная реки Урал Улица Советская Парки и музеи ЖК Металист Новый взгляд на старый центр Цена от 61 тысячи рублей за квадратный метр Подробности уточняйте у менеджеров компании Телефон 44-44-88 Листгрупп.ру Неоферта Застройщикал СЗФСК Входящая в группу компании Лист Проектная декорация представлена на сайте нашдом.рф ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новый год, Новый год, Новый год, гости к нам идёт Весело все вместе Мы встретим Новый год Скоро Новый год А вы не знаете, что дарить автолюбителям? Магазин автозапчастей шинного центра Пирели позаботится об этом Огромный выбор аксессуаров Накидки на сидения Кружки термосы Подарочные наборы автохимии и присадок Инструменты, компрессоры, домкаты И многое-многое другое В магазине автозапчастей шинного центра Пирели, Оренбург Загородное шоссе 50 Напротив солнечного Телефон 200-551 В автоколонну 18-25 Требуются водители категории D На постоянную работу Телефон 34-32-72 27 декабря салон Света Фан Деко Подарит одному из покупателей Яндекс-станцию Алиса Данные организатора Условия в салоне Света Фан Деко Проезд автоматики 16 Запчасти Ман Скания Сакур Моторс Шоссейные 28 540-507 540-507 Телефон рекламной службы в Оренбурге 307-507 Я рифмую слова в темноте Моя ревность строится к стихам Утопаю в твоей красоте Разрываю ночь пополам Не ищи защиту в молитве Не пугайся я не чужой У любви ночная палитра У последний запах родной Паранойю Покажу тебе паранойю Ты не сможешь любить других Я любовь осмиряю болью Паранойю Покажу тебе паранойю Ты не сможешь любить других Я любовь солимаю болью Паранойю Говорю про себя и смеюсь Моя память стала грешней Где покаюсь, где вновь обманусь Сердце бьется от страха быстрей Каждый день ищу понемногу Я ищу надежный причал Не ругайся, ставь тревогу Я тебе любовь доказал Паранойю Покажу тебе паранойю Ты не сможешь любить других Я любовь осмиряю болью Паранойю Покажу тебе паранойю Ты не сможешь любить других Я любовь солимаю болью Паранойю Покажу тебе паранойю Покажу тебе паранойю Покажу тебе паранойю Я любовь солимаю болью Паранойю Покажу тебе паранойю Ты не сможешь любить других Я любовь солимаю болью Покажу тебе паранойю Покажу тебе паранойю Ты не сможешь любить других Я любовь осмиряю болью Паранойю ПЕСНЯ Рубрика «Будьте здоровы» на Радио Дача выходит при поддержке правительства Оренбургской области. Сегодня мы говорим о том, какая медицинская помощь оказывается детям в Оренбурге, что усовершенствуется. И очень приятно получать вот такие комментарии от руководства больниц, что следится за ситуацией и в плане ремонта, и в плане техники новой, и в плане укомплектовки штата. Ну вот сейчас ситуация, так сказать, выровнена. То есть вы можете сказать, что укомплектован штат? Я могу сказать, что мы не используем... Вот по врачам-педиатрам участковым штат укомплектован сейчас на 100%. Никогда такого не было. Я хочу подчеркнуть, всегда дефицит кадров у нас был и был значительный. По узким специалистам ситуация сейчас выровнялась. Я не могу сказать, что прям 100% нам не хватает, и поэтому мы обращаемся к нашим пациентам для того, чтобы они понимали, что консультации должны назначаться врачом, врачом-педиатром, а не самими родителями для того, чтобы была доступность ко всем. Но ситуация стабильная, и в следующем году, я думаю, что вы доукомплектован штат 100% полностью покроем все наши потребности. Вот вы большие молодцы. Еще одна такая приятная новость. Может быть, кто-то уже с этим сталкивался. Ну вот, я лично узнала об этом совершенно недавно. Каждая мамочка знает, что можно вызвать педиатра в некоторых случаях домой, если у ребеночка высокая температура, если что-то еще вот такое случилось, что именно нужно его оставить дома и не везти в больницу. И раньше это было как? Врач ждет, вернее, мама ждет дома, врач в течение определенного времени дня к ней придет. То есть вся семья должна находиться дома в этот период. А сейчас это время удалось сократить до двух часов. Каким образом вы это сделали? У нас запущено, во-первых, мы работаем в нескольких направлениях. Первое – это формирование выездных мобильных бригад. То есть это бригады оказания, в первую очередь, неотложной помощи. Они обслуживают детей до одного года, первостепенно. Заколиха, радища детей. Пока этих бригад четыре на город в зависимости, они поделены по районам. Но в дальнейшем мы планируем их наращивать для того, чтобы наши участковые врачи-педиатры, они были полностью освобождены от необходимости работы на участке и проводили больше времени в поликлиниках. Соответственно, были более доступны для наших маленьких пациентов и их родителей. И второе – это возможность обратиться в поликлинику самостоятельно, в случае, если нет желания ждать врача на дому. Для этого у нас в каждой поликлинике организованы так называемые кабинеты неотложной помощи или фильтр-боксы. Если кто-то обращался, то они видели, что это выделены отдельно врачи-педиатры, которые принимают беспредварительные записи. Точно так же они назначают лечение, проводят все диагностические виды исследований и уже потом назначают контрольную явку к своему участковому педиатру. Это потрясающе удобно, потому что не смешивается очередь здоровых детей и тех, кто заболел в данный период. Нет такого процента заражения сразу. Опасаются мамочки, понятно, те, кто пришли, допустим, на какой-то такой запланированный осмотр. И те, кто заболели, плановый. То есть это очень упрощает ситуацию. Я думаю, что мамочки тоже на это обратили внимание, поняли, да и папа поняли, что это упрощает вопрос. И кабинет работает в формате графика поликлиники. Кабинет работает в часы работы поликлиники с 8 до 7 часов вечера. В случае необходимости мы порой даже удлиняем работу этих кабинетов. Они работают до последнего пациента, так скажем. У них нет определенного времени работы. Кабинет работает до последнего пациента. Друзья, сегодня рассказываем, как обстоят дела с медицинской помощью детям в Оренбурге. Эфир невероятно полезный. Возможно, какие-то темы мы не успеем затронуть. И если вдруг какой-то вопрос мы не раскрыли, а у вас эта тема является очень важной, и вы хотите задать по ней вопрос, пишите нам. Постараемся в финале данного часа на все ответить. На часах четыре двойки, это неспроста. Прогоню с твоей дороги черного кота. Я в приметы слабо верю, но когда люблю зеркал, не бью. Два Л, двою. Ах, как сильно, как нежно, я тебя люблю. Два Л, двою. Просто я тебя люблю. Два Л, двою. Ах, как сильно, как нежно, я тебя люблю. Два Л, двою. Просто я тебя люблю. Ты мой свет, мое дыхание, ты моя весна. Знаю точно, этой ночью будет не до сна. Ты теплом меня окутал, каждый взгляд ловлю тебя. Люблю. Два Л, двою. Ах, как сильно, как нежно, я тебя люблю. Два Л, двою. Просто я тебя люблю. Два Л, двою. Ах, как сильно, как нежно, я тебя люблю. 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 Два Л, двою. Ах, как сильно, как нежно, я тебя люблю. Ах, как сильно, как нежно, я тебя люблю. Если с нашими детьми все хорошо, то и мы чувствуем себя значительно лучше. И есть определенные такие заболевания, которые требуют особенного внимания родителей, дети с хроническими, да, какими-то такими заболеваниями. И я вот слышала, что есть одно новое направление, это амбулаторная реабилитация. Расскажите о нем поподробнее. Вот кому подходит, что конкретно делаете? Ну да, это новое, очень перспективное направление. Как вы уже правильно сказали, оно направлено в первую очередь на предотвращение инвалидизации детей, которые имеют хронические заболевания, на восстановление утраченных ими функций. Вот, нами разработаны несколько программ по амбулаторной реабилитации. Это для детей с патологией органов зрения. Здесь у нас в первую очередь задействованы наши так называемые кабинеты охраны зрения, как они раньше назывались. Если кто-то их посещал, то прекрасно знают, что это комплексные упражнения, которые направлены на восстановление зрительного аппарата. А второе – это очень часто распространенная патология. Она, наверное, стоит на втором месте после органов зрения. Это заболевание опорно-двигательной системы. Огромное количество подростков, особенно у нас, имеют все виды плоскостопий, сколиозов, нарушений, осанки. Но в первую очередь это связано с тем, что большую часть дня они у нас сидят в школах, потому что у нас повышена нагрузка в школах с утра до ночи. Потом компьютер, естественно. Дома, как на улице гулять, они у нас уже и забыли, наверное, с горки кататься зимой тоже. И, соответственно, мы получаем все эти виды заболеваний, которые в дальнейшем приводят практически к инвалидизации в более старшем возрасте. И третье тоже направление – это дети, перенесшие новую коронавирусную инфекцию. Мы за ними наблюдаем. Они получают у нас восстановительное лечение, потому что инфекция новая, недостаточно хорошо изучена. Мы еще не знаем, какие отдаленные последствия на наших маленьких пациентов она скажется. Ну и четвертое основное направление – это нейрореабилитация, так называемые. Это дети с патологией. Чаще всего с перинатальным поражением нервной системы, которые родились. Для того, чтобы в дальнейшем избежать хронических заболеваний, осложнений, они уже на первом году жизни начинают получать данный вид реабилитационного лечения. В себя она включает несколько направлений. Это, конечно же, лекарственное лечение, это массаж, это физиотерапевтические процедуры, это лечебная гимнастика, это дыхательная гимнастика, допустим, у тех жилиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Это может быть и психологическая помощь. У нас прекрасные психологи работают, которым оказаны. Это и логопедическая помощь. То есть это такой комплексный большой подход для того, чтобы решить все проблемы сразу. Если вдруг родители задумались о том, что им это требуется, или, может быть, не задумывались, но им действительно это требуется, как происходит процесс назначения? То есть сам педиатр идет на такой вот шаг, назначает, предлагает мамочке, или родители самостоятельно должны обратиться? Нет. Здесь, в первую очередь, у нас определяющим специалистом, который отвечает за жизнь и здоровье ребенка, и определяет дальнейшую тактику ведения, является его участковый врач-педиатр. То есть изначально, если у родителей есть какие-то сомнения, они должны обратиться к своему участковому врачу-педиатру. Если ребенок уже стоит на учете у того или иного профильного специалиста, допустим, ортопеда и невролога, окулиста, он в любом случае должен прийти к своему педиатру, он определит тактику ведения и направит к профильному специалисту, который определит, каким порядком, когда, в каком количестве он должен получить те или иные реабилитационные мероприятия. Кроме того, у нас на амбулаторную медицинскую реабилитацию может направить врач-визиотерапевт, который имеется практически в каждой квартире. Вот такая же система. А это только в нашем регионе или по всей стране? Ну, вообще амбулаторная реабилитация, она сейчас очень в большой прерогативе, и она, я уверена, что по всей стране запускается, потому что вообще реабилитационное направление – это ведущее направление, которое сейчас идет во всей нашей стране. Это такой, так скажем, флагман, я так думаю, в следующем десятилетии. Но у нас это прям вот уже развито, уже работает. У нас это уже работает в течение полугода. Вообще амбулаторная реабилитация, она запущена давно, но чаще она была для детей-инвалидов. Те, кто нетранспортабельный, те, кто не мог обращаться в поликлинике, то есть к ним регулярно в течение года выезжали на дом, проводили детей на реперационные виды лечения. Сейчас она более расширена и доступна. Превентивная, да, скорее, что предупреждаем ситуацию. Но здесь каждый раз хочется после вашего рассказа сказать, браво и молодцы. Мы подытожим. Это в конце обязательного эфира. Но мамочки, я думаю, что обрельнули к приемнику, не на шутку радуются, что именно такая ситуация с медициной сейчас у нас в Оренбурге. Чувствуется, что уделяется значительное внимание, да, есть такой ориентир именно на здоровое будущее поколение. Будем продолжать. Друзья, если вопросы, поспешите их задать. Продолжим сразу через приятную рекламную паузу. Реклама. В Мега Райф фужеры для шампанского от 65 рублей. Графина от 135 рублей. Салатники от 50 рублей. Цены действительны на момент выхода рекламы. Ресторан «Опера» снова открыл свои двери для вас. Роскошное обновленное меню. Выгодное предложение для новогодних банкетов. Спешите забронировать. Ресторан «Опера» Донецкая, 146. Со стороны Уральской. Телефон 601-600. Большой список подарков. Дед Мороз в шоке. А Снегурочка нет. Возьмем потребительский кредит под 12% в банке «Оренбург» на исполнение новогодних желаний. Точно. Под 12% годовых любому Деду Морозу от 21 до 65 лет. Или Снегурочке. Сумма кредита до 500 тысяч рублей на срок от 2 до 5 лет. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Подадим заявку сейчас. Под 12% на сайте орбанк.ру. Прочь сомнения и споры. Экономь со светофором. Ассортимент товаров стал еще больше. Во всех магазинах низких цен светофор. Растегай. Доставка пирогов из печи. 5-110-90. Компания «Лидерком» приглашает на работу водителей категории «Д». Удобный график. Достойная заработная плата. Телефон 21-62-77. Новогодняя программа в шале от 3000 рублей. Диджей, ведущий Дед Мороз и Снегурочка. Кафе «Шале». 37-88-77. Ищешь работу с мужским характером? Смотри вакансии на сайте praorin.ru. Всегда актуальные объявления. Ежедневное обновление. Praorin.ru. Телефон рекламной службы в Оренбурге. 307-507. Закат окончил летний, теплый вечер. Остановился на краю земли. Тебя я в этот вечер не замечу. И лживые не нужно слезы лить. Достаточно терпеть твои обманы. И слушать ночью сказки о любви. И можешь верить мне, больше я не стану. Заглядывать в окна. Как хочешь, так живи. Пусть в твои окна смотрит беспечный розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом, смотрит вам вслед. Пусть все насмешки верпит твои. Пусть доверяет тайны свои. Больше не надо Мне этих бед. Не будут больше надо мной смеяться Из твоего подъезда, пацаны. Не нужно по ночам с тобою шляться. Уж лучше посмотреть спокойно сны. И розовый заказ, и летний вечер. Вполне со мной согласны, так и знай. И можешь верить мне, ни за что на свете Не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай. Пусть в твои окна смотрит беспечный розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом, смотрит вам вслед. Пусть все насмешки терпит твои. Пусть доверяет тайны свои. Больше не надо Мне этих бед. Пусть все насмешки терпит твои. Пусть доверяет тайны свои. Больше не надо Мне этих бед. Хочется сказать, что сегодня мы раскрыли очень много тем. И вот еще одна такая новинка в плане улучшения, мне кажется, и ситуации в целом с обслуживанием в системе здравоохранения. Ну и это упрощение многих-многих ситуаций. Татьяна Владимировна, вот на прошлой неделе в Министерстве здравоохранения на базе вашей поликлиники было презентовано новое мобильное приложение для врачей и пациентов. И вот хотелось бы детально спросить, как оно работает? Что это за мобильное приложение? Ну, это, так скажем, наше детище. Мы работали над этим практически год. И вот сейчас мы запустили пока, я предупреждаю всех, оно пока идет в пилотном проекте в течение месяца. Но я думаю, что с января мы уже будем, отработаем все недочеты, которые сейчас всплывают. Они всегда имеются в начальных этапах работы. Это так называемый, я бы сказала, что это поликлиника в кармане у тебя. Какие функции есть? Функции в мобильном приложении, они очень разнообразны. Первое, это возможность записаться к врачу. То есть вы можете зайти через телефон, через мобильное приложение и записаться на прием к своему участковому. Дозваниваться не нужно. Дозванить не нужно, писать никуда не нужно, в очереди стоять не нужно, нужно просто выйти в мобильное приложение. Это хорошо. А второе, это, я так думаю, наиболее востребованная будет функция, это возможность дистанционного заказа справок без посещения детской поликлиники. Там есть целый перечень справок, с которыми можно ознакомиться, когда выйдешь в это приложение. И сделать заявку дистанционно мы проверяли. Вот от момента заявки до ее поступления в обработку проходит две минуты. И мы перед собой ставим цель, что в течение дня мы эту справку должны отработать и выслать родителям в этом же мобильном приложении. Очень удобно. Это сократит и очередь, да, в самой поликлинике? Это сократит очереди в поликлинике. Это даст возможность детям, которые действительно нуждаются в осмотре врачом-педиатром или врачом-терапевтом, попасть к нему на прием, а не просто там прийти. А не ругаться со всеми остальными, чтобы не только спросить. Да, у нас просто все прекрасно знают, у нас есть сезон, особенно это перед первым сентября, когда поликлиники, они просто парализуются, работа поликлиник, за счет того, что всем нужна справка. Кому-то нужна она в спортивную секцию, кому-то она нужна в бассейн, кому-то в детский сад и так далее. Здесь есть возможность заказать ее дистанционно и получить дистанционно. Оттрясающе. Да. Третье, это я уже вот немного раньше об этом говорила, это возможность получить анализы. Вы сдали, а результаты к вам придут в виде пушеведомения. Опять же, не нужно ехать. Не нужно ехать, не нужно искать своего врача, ждать его. Вот у вас результат анализов. Это очень удобно, знаете, в каком плане даже. Мы часто выезжаем в другие регионы все, да, сейчас. Кто-то поехал на отдых, кто-то поехал к родственникам. Ну и, к сожалению, болезни, они нас преследуют не только в нашем родном регионе, но и где угодно. Здесь есть возможность открыть мобильное приложение и показать свою электронную карту там к доктору, к которому вы обратились. То есть показать анализы, которые последние сдавали. Показать обращение, там есть календарь обращений. Еще одна очень удобная функция, это вот, как я уже говорила, календарь обращений и календарь записи. Очень часто мы проводили анализ. На школу-центр поступают звонки от родителей. Я записался, но не помню куда, не помню когда и не помню к кому. Зачем? Да, и не помню к кому. Но запись была. Но запись была точной. Что сделать? И начинаем ее искать, да. Здесь вы открыли, вот у вас календарь, и в календаре написано, что там на 6 декабря вы записаны врачу-педиатру на 1.40 по такому-то адресу. Тоже очень удобно. Потому что наш бешеный ритм жизни, он действительно может какие-то моменты в памяти стирать. Еще одно очень удобное – это студия детского здоровья. Что это такое? Это наиболее интересные, наиболее востребованные темы по детскому здоровью, которые мы будем выкладывать в виде статей, в виде роликов, которые мы будем самостоятельно снимать. Мы их уже снимаем в доступной для родителей в форуме. И прямые эфиры с врачами-экспертами. Вот сейчас мы проводим опрос, у нас ближайший прямой эфир. Я думаю, что если все хорошо, состоится через неделю. По какой бы теме наши родители хотели поговорить с нашими врачами-специалистами? Вот уже поступают предложения поговорить на тему лечения аденоидов у детей. Сезон всех волнует. И здесь будет прямая линия, когда специалист расскажет о данной патологии, и потом будет возможно задать ему вопрос. То есть это, я считаю, что это очень удобно, потому что это снизит тоже посещение в поликлинику. Кто-то услышит ответы на интересующие их вопросы именно в этих эфирах. А для кого-то это будет, опять же, информацией, которую можно принять к сведению. И в следующем сезоне не заболеть, приняв какие-то определенные меры. И такое просвещение... Однозначно, это повышение медицинской грамотности нашего населения. Кроме того, за счет того, что мы планируем, что мобильные приложения охватят у нас всех наших законных представителей, потому что там не требуется каких-то определенных сложностей. Для этого нужен просто смартфон и установить мобильное приложение. Смартфон у нас есть сейчас практически у всех. Приложение скачать можно в свободном доступе. То мы сможем через мобильное приложение делать массовые рассылки. То есть, допустим, у нас пришла вакцина от гриппа. И мы всем отправили, что, пожалуйста, в стольки до стольки вы можете обратиться в поликлинику с целью того, чтобы вакцинироваться. Либо мы приглашаем на проб через наше мобильное приложение. То есть, практически все функции, которые есть в поликлинике, они переносятся в мобильное приложение. И последнее, это, наверное, самое интересное, самое перспективное направление – это телемедицинские консультации. Если кто-то уже с этим сталкивался, а я думаю, что уже многие столкнулись, потому что мы начали их практиковать еще осенью, телемедицинская консультация – это возможность пообщаться со своим лечащим врачом посредством интернета и мобильного приложения. Для этого не нужно стоять в очереди, не нужно ехать до поликлиники. Для этого нужно просто выделить время, оговорить его предварительно, назначить телемедицинскую консультацию. И ваш лечащий врач, он свяжется с вами, вы оговорите все нюансы по лечению, по диагностике и определите дальнейшую тактику ведения ребенка вместе с врачом-специалистом. Но здесь единственным условием является то, что первично вы все-таки должны быть осмотрены очно, потому что мы ни в коем разе не хотим, чтобы наши телемедицинские консультации подменяли лечение и очное общение с врачами. Но порой вот именно контрольные явки, которые назначаются с целью того, чтобы отследить динамику состояния, они не всегда нужны в поликлиниках. Их можно осуществить посредством телемедицинской. Ну и для ребенка это проще, когда он находится в таком вот состоянии болезненном, с температурой и так далее. Гораздо проще провести консультацию из дома в комфортной обстановке, где, опять же, мамочка в халате, не тратить деньги на проезд, на время, которое будет находиться там ребенок в поликлинике. Ну и, собственно говоря, врач будет доступен большему количеству пациентов. Ну, очень, очень, очень потрясающая инновация. Друзья, есть еще несколько минут, когда можно задать свой вопрос нашему гостю. Сейчас многие из вас, людей старшего поколения, отдают последние деньги на кредиты и займы, экономя на одежде, еде и лекарствах. Росбанкрот. Мы вытащим вас из долговой ямы, законно избавим от кредитов и решим все ваши финансовые проблемы. Без лишних слов и обещаний. Росбанкрот. 8800-222-6161. 8800-222-6161. Подробности на сайте росбанкрот.ру. Ваш Сергей Серин. Чтобы поднять настроение, достаточно просто включить любимую песню. Танцы пока молодой, мальчик. Так и в жизни. При боли в спине и суставах нет желания разбираться со сложной техникой. Алмак-01 – это простое решение при боли. Чтобы сохранить активность, я рекомендую Алмак-01. Алмак-01. Танцы пока молодой. Аппараты Алмак. В аптеках и медтехниках вашего города. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Если вы планируете отправиться в отпуск на горнолыжные курорты Домбая, Архыса, Шерегеша или Приэльбрусья, воспользуйтесь услугой единого билета. Введите в поиск мультимодальные маршруты. И путешествуйте с заранее спланированными пересадками и проверенными перевозчиками, экономя свое время. Мультимодальные маршруты позволяют туристам легко спланировать свою поездку и гарантированно добраться до точки назначения. Путешествуйте комфортно по единому билету. Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. Двенадцать целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством. Евгенич, он возвращается. Новые серии 7 декабря в 9 вечера на телеканале «Пятница» 16+. Если бы кто-то однажды мне рассказал о тебе, Я бы подумал, что так не бывает или бывает во сне. Если бы кто-то сказал мне, то, что моей будешь ты, Я и во сне не сумел бы представить, что сбудутся эти мечты. Сбудутся эти мечты. Дай мне слово остаться со мной, Дай мне слово одно только слово, Что и летом, и долгой зимой Ты вернёшься ко мне, и моей будешь снова. Ты вернёшься ко мне, и моей будешь снова. Если бы, к счастью, дороги Знал бы, уверенная Если бы смог сам себе Ответить, за что же ты любишь меня Если бы мог, это я Дай мне слово остаться со мной, Дай мне слово одно только слово, Что и летом, и долгой зимой Ты вернёшься ко мне, и моей будешь снова. Дай мне слово остаться со мной, Дай мне слово одно только слово, Что и летом, и долгой зимой Ты вернёшься ко мне Ты моей будешь снова Ты вернёшься ко мне Ты вернёшься ко мне Дай мне слово, дай мне что И летом, и долгой зимой Ты вернёшься ко мне Ты моей будешь снова Ты вернёшься ко мне Ты моей будешь снова Моей будешь снова Ты вернёшься ко мне Ты моей будешь снова Сегодня весь час мы посвятили тому, что рассказывали о ситуации с медицинской помощью детям в Оренбурге И хочется сказать, что проделана невероятная работа в плане улучшения, усовершенствования И очень хочется, чтобы эта работа была оценена нашими оренбуржцами вот прям по заслугам Много всего того, что делается, может быть, поначалу покажется не совсем привычным Но вот то, что это точно полезно, мамочки, которые уже с этим столкнулись, поняли, что это действительно шаг вперед Навстречу того, что дети будут меньше болеть, нужно меньше проводить время в приклинке, и врач станет более доступным Татьяна Владимировна, спасибо, что вы пришли к нам сегодня И вот у нас есть еще пару минуток, сейчас такой вот осенне-зимний период, да, достаточно опасный Может быть, дадите какой-нибудь совет нашим родителям? Да, я бы хотела сказать, что мы в течение последних четырех недель видим значительный подъем заболеваемости Еженедельно у нас прирост такой до 50% от предыдущей недели Если брать статистику за прошлую неделю, то у нас уже практически 5000 заболевших ОРВИ только за прошедшую неделю Поэтому я бы хотела всех призвать к тому, чтобы защитить себя в первую очередь, и для этого многого не требуется Мы думали, что ковид, он нас так немножко воспитает, и мы останемся с использованием средств индивидуальной защиты на весь оставшийся промежуток Но нет, я вот была в выходной в торговых центрах, и вижу, что все, к сожалению, забыли про ношение масок, все, к сожалению, забыли про использование антисептиков Все забыли про то, чтобы избегать с детьми массового скопления народа Поэтому я призываю всех еще раз, пожалуйста, для того, чтобы вы были здоровы, для того, чтобы ваши близкие были здоровы Сейчас, несмотря на то, что у нас идет такая приятная пора при новогоднюю суету А если у вас есть возможность оставить ваших детей дома и не посещать те же торговые центры, где массово находятся неизвестные вам люди, пусть они посидят у вас дома Если вы посещаете торговые комплексы, образовательные учреждения и так далее, общественный транспорт, то используйте средства индивидуальной защиты в виде масок Они многого не требуют, много места не занимают, дорого не стоят, но вы будете здоровы однозначно После прихода с работы, со школы, да из магазина, откуда бы вы ни пришли, просто помойте руки с мылом, прополощите вот нос Это уже на 90% защитит вас от заболеваний Ну и, конечно, сезонная вакцинация у нас составит буквально последние дни вакцинации от гриппа Сегодня, завтра мы закончим, и те, кто еще не принял решение, у вас есть буквально последние минуты, потому что в этом году мы ждем подъема заболеваемости гриппа И вакцинация от COVID-инфекции, новой коронавирусной инфекции подростков, которая помогла нам снизить заболеваемость И сейчас она ноль, то есть у нас нет зарегистрированных болезней Мы ждем вас вновь в гости с новыми инновационными проектами, с таким небольшим отчетом